КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ Но немцы успевают прислать подкрепление. Советские моряки оказываются в плотном кольце окружения. С одной стороны скалы и море, с другой наступающие отряды немцев. Бойцов горно-стрелковых дивизий, элиты вермахта. Несколько часов шквального огня из минометов и налеты авиации. Егеря, убежденные о своем превосходстве, штурмуют высоту. Они уверены, у русских нет шанса выйти из окружения. Им предлагают сдаться. Но у командира разведчиков Виктора Леонова другие планы. Он приказывает готовиться к прорыву. В условиях, когда нет патронов, лишь несколько гранат. Это выглядит как чистое самоубийство. Но Леонов действует расчетливо и уверенно. Полярный лис. Так немцы будут называть Виктора Леонова. За его поимку назначит денежную награду лично Гитлер. А отряд Леонова будет наводить панический ужас на егерей. Методику подготовки бойцов отряда Леонова и его боевую тактику возьмут за основу спецподразделения всего мира. Но это все будет позже. Сейчас надо вырваться из окружения и остаться в живых. Командир отряда Виктора Леонов собирают у бойцов последние гранаты. Бросок. Взрыв. И все рванули к следующему укрытию. Снова бросок гранаты. Так разведчики прокладывали себе путь. Легко ранило Агафонова, Барышева, Каштанова. Легко. Это в понимании разведчиков означает, что ранение позволяет человеку двигаться и воевать. Пробитая пулей нога или рука – обычное дело. Когда на пути отряда оказался вражеский дот с пулеметом, уничтожить его вызвался один из легко раненых. Он успеет метнуть связку гранат во врага, но сам погибнет. Этот взрыв ценой в человеческую жизнь открыл путь разведчикам. За советскими моряками началась погоня. Разъяренные неудачи и потерями егеря идут по следу. Смогут ли оторваться наши разведчики от фашистских асов полярной войны? Как поступить с ранеными? Чем отбиваться, если погоня их настигнет? 75 лет назад в таких стычках в тылу врага с превосходящими силами рождались особые тактики боя. Так начиналось то, что по прошествии многих лет назовут спецназом. Тактика и сила духа – особенности ведения огня и рукопашного боя. Но самое главное – простой закон – выполнить задачу любой ценой. В отряде Виктора Леонова был и еще один внутренний закон, благодаря которому о разведчиках Леонова знают профессиональные спецназовцы всего мира. Он звучит так – не выполнил задачу, не возвращайся. Этот закон, выработанный десятки лет назад, помогает до сих пор решать боевые задачи. Леонов, конечно, внес много нового, отверг какие-то устаревшие методики. Ему удалось формулировать истины, которые и сегодня работают и находят применение там, где надо. Современные спецназовцы в полной мере чтут заложенные Леоновым традиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИРИЯ Провинция Алеппо. Группа российского спецназа из 16 человек занимает позицию на переднем крае сирийских войск. Их задача – выявить места скопления террористов из запрещенной в России организации Джебхата Нусра. Но именно в то же время боевики начинают наступление и вынуждают сирийские подразделения отступить. Разведчики остаются одни против трех сотен головорезов. У тех современное оружие, в том числе американское и израильское, серьезная огневая и тактическая подготовка, лучшие зарубежные медицинские комплекты, тепловизоры. Вначале спецназ уничтожит тяжелое вооружение, бронированный шахид-мобиль и танк. Есть первый успех, но боевиков это не останавливает. Эвакуация невозможна, а сирийская армия не спешит возвращаться в окопы. Ночью наши бойцы установят дистанционно подрываемые заряды на линии атаки. Понимают, как только рассветет, террористы вновь пойдут на штурм. Жизнь и боевая задача российских спецназовцев, оказавшихся в окружении, так же, как и 75 лет назад морских разведчиков Виктора Леонова, висит на волоске. В первые дни войны Северный флот оказался в сложной ситуации. Дело в том, что на Кольском полуострове, на береговой его части, находилась только одна дивизия 14-й армии. Сам Северный флот в тому времени только лишь начинал свое формирование, не имея никаких береговых частей, уж тем более каких-то дивизий береговой обороны, в нашем понимании сегодняшней морской пехоты или стрелковых морских бригад в составе флота не было. Будущая легенда спецподразделений Виктора Леона в 41-м году старший краснофлотец Северного флота. Он матрос, моторист на одной из знаменитых «Щук» подводных лодок проекта «Ща». Он не ищет приключений, его все устраивает в спокойной жизни под плавом. И тут вдруг по флоту прошел слух о том, что формируется особый отряд, разведывательный отряд. Если его друг Александр Синчук, эмоциональный, такой импульсивный молодой человек, сразу сказал, все, пишем рапорт, идем, зачисление, то очень хотелось быть зачисленным в этот отряд Виктору Николаевичу. Но у него внутренняя шла борьба, достоин ли? И вот все-таки написав рапорт, 18 июля 1941 года он будет зачислен в отряд. Отряд тогда только создавался по распоряжению начальника разведотдела Северного флота Павла Визгина. По расчету командования, подразделение должно было добывать разведданные в тылу врага. Для этого в отряд отбирали моряков и спортсменов. Виктор Леонов и его товарищи как нельзя лучше соответствовали этим критериям. Что из себя представлял этот отряд? Он был небольшой по численности. Первоначальная его численность была 60 человек. Включал на себя два взвода и два мотобота, на которых, в общем-то, и осуществлялось десантирование этих взводов в тыл противника. Разведка проводилась с несколькими методами. Один из самых ярких методов – это захват языков. И вместе с ними каких-либо пакетов документов, потому что, естественно, брали каких-то необычных солдат, а офицеров или людей, имевших какое-то отношение к штабу или к документации военно-оперативной. Другой метод получения информации заключался в заброске наблюдательных групп. Отряд не имел ни специального вооружения, ни специальной экипировки. Радиостанций всего три штуки. Форма обычная для краснофлотцев, но на задание надевали зеленую пограничную, а не черные бушлаты. В холода простые телогрейки, сапоги, вещмешки да каски. Даже рюкзаков в привычном нам понимании не было. Кто-то раздобудит, как трофей у немцев, кто-то смастерит сам. Действовать приходилось в очень сложных условиях, потому что, во-первых, фьорды – это, во-первых, голые скалы. Очень сложно маскироваться. Здесь поблизости все усеяно, утыкано немецкими базами. Немцы умели охранять свои значимые артерии, свои территории. Поэтому здесь приходилось действовать, конечно, особо аккуратно и особо ювелирно. Первые тренировки с новобранцами отряда проведет уже опытный разведчик Степан Матавилин. Опытный, потому что уже побывал на заданиях в тылу врага, хотя с момента начала войны не прошло и месяца. Он успеет дать молодому пополнению лишь вводные. То, что даже не узнал, а по наитию понял сам. Как ползать и маскироваться в горах, колоть штыком и как бросить гранату. Вместо третьего занятия Леонова и сотоварищей взяли на реальное задание. Были небольшие инструктажи, как действовать в тылу противника. Особое внимание уделялось топографии, конечно же. Особое внимание действиям при десантировании, действиям на мотоботах. Да, была, наверное, легкая стрелковая подготовка, потому что люди, которые не держали никогда в руках полуавтомата, это самозарядная винтовка Токарева, должны были хотя бы ее изучить. Сашу Синчука товарища Леонова убьют в первом же бою. Об уровне подготовки новоявленных разведчиков сам Леонов потом будет вспоминать. Кругом поднялась стрельба. Треск выстрелов эхом отдавался в горах. Я не знал, кто куда стреляет, боялся высунуть голову и в то же время понимал, что нельзя долго прятаться за камнем, надо действовать. А что делать, не знал. Первые выходы сразу же показали, что личный состав не в полной мере был готов. За июль-август отряд совершил четыре выхода. Вот представьте, отряд численностью ямского 60 человек. Из 60 человек 18 погибло, два пропали без вести, а все остальные были ранены. Бывало очень часто, что немцы обнаруживали тех групп и устраивали массовые облавы. Были даже случаи, когда у некоторых участников этих походов сдавали нервы. То есть, естественно, обычный простой солдат выполнить такую специфическую работу не сможет. Это нужен особый солдат. Разведчик с особой подготовкой, с особым укладом. Совершенно по-другому дело с подготовкой обстояло у врага. В границу Советского Союза на том участке фронта перешли горно-стрелковые подразделения вермахта, егеря. Это специальные части, легкая пехота, созданная для войны в горной и пересеченной местности. Они имеют особое снаряжение, их оружие облегчено при сохранении калибров. У них подробнейшие карты зон боевых действий, прекрасная связь и надежная, теплая одежда с крепкими егерскими ботинками. Каждый солдат, прежде чем попасть на фронт, проходил многомесячные тренировки по маскировке, наблюдению, передвижению по горным склонам и стрельбе. Одним словом, элита-элит. К началу 20 века, когда в России уже действуют службы разведки и контрразведки, у казаков были знаменитые пластуны, а у лейб-гвардии особый стрелковый батальон. После прихода советской власти созданы чоны, части особого назначения. Подчинялись они ВЧК и боролись с басмачеством в Средней Азии, хотя по сути были обычными стрелками или кавалерией, но со спецзадачами. Когда фашисты перешли границу Советского Союза, на Северном флоте не было подразделений, которые могли им противостоять. И морская пехота, и береговая охрана, и спецназ – все это появится много позже. Накануне Великой Отечественной войны в Советском Союзе различные ведомства стремились или пытались создать специальные подразделения. Скажем, первые попытки по опыту гражданской войны в Испании было предпринято в Наркомате обороны летом 1939 года. Однако они не были созданы. И летом 1940 года вновь были сделаны предложения руководству Наркомата обороны. Однако они остались также нереализованы. В начале 1941 года была предпринята еще одна очередная попытка. Были разработаны даже штаты этих подразделений, но они не были созданы. Виктору Леонову, как и другим разведчикам, пришлось учиться самим и с нуля создавать программу подготовки разведчиков. В отряде первонаперво был установлен особый распорядок дня. Из книги Виктора Леонова. В пять подъем, минут 10 интенсивная зарядка, затем завтрак и лыжный кросс с полной выкладкой на 50 километров, иногда на 70. После кросса обед, затем занятия по подрывному делу, стрельбе, рукопашному бою и так далее. Виктор Николаевич Леонов говорил так, что у него в отряде не служили супермены, обыкновенные, обычные ребята. Но подготовка была особая. Физическая нагрузка была высокая. Воевали в тяжелых климатических условиях сопки, снега, болота, низкая температура. И поэтому разведчик должен быть всегда готов к тому, чтобы переносить все эти тяготы. А для этого только тренировка, тренировка. Была такая методика подготовки, что при входе в казарму нужно было метать нож в мишень. Если не попадал, нужно было выйти и заново метнуть, чтобы на бытовом простом уровне прививался вот этот навык, вырабатывалось вот это искусство меткого метания. Особое внимание на незаметность. Главный козырь разведчика в той поры и сегодняшнего спецназа. Виктор Леонов, обучая молодых бойцов, объяснял. Видите, как дозор обходит кусты? А почему? Другой, допустим, попрет напрямик и, глядишь, обломает ветку. Егерь-разведчик подойдет к кустам и установит. Так обломать ветку мог только человек. Враг предупрежден, усиливает охрану и прочесывает всю местность. Он может сорвать нашу операцию. Даже подготовленные люди, попадавшие, новички, которые вроде были и мастерами спорта, и даже мастера по лыжному делу, в первых учебно-тренировочных походах они часто выдыхались и отставали от ветеранов. Ну, тут причин было много. Во-первых, конечно же, своеобразный рельеф. Во-первых, дальность похода, нужно сказать, что 30-40 километров. Ну, какой-нибудь нормальный человек в учебных этих будет это делать. Плюс еще, скажем так, незнание многих таких секретов. Как нести с собой весь, скажем так, комплект обмундирования, как экономить силы, как передвигаться, чтобы не натереть мозоли ноги. Все вот эти моменты у незнающего человека, в первых же этих, они, конечно же, всплывали. Система подготовки современных спецназовцев во многом копирует ту, что разработал во время войны отряд Виктора Леонова. Схожие тренировки на выносливость, при полной амуниции, но в рваном ритме, то бегом, то ползком, то гуськом. Каждые полгода своеобразный экзамен. Неделя в лесу, практически без сна и без провизии, но со спецзаданиями. В рукопашном бою, который осваивают спецназовцы, нет спортивных элементов. Для них это быстрая схватка, чтобы как можно скорее обезвредить противника. При этом разрешены любые приемы, а в ход идут любые подручные средства. Тактическая стрелковая подготовка, тактика боевого контакта, прыжки с парашютом и плавание с аквалангом. Воюют с самым современным стрелковым оружием, используют разработанные для них электронные системы, дроны и экипировку. Во всех подразделениях современного спецназа присутствует некий культ элитарности. Так вот, эта элитарность и состоит из уверенности своих сил, из выносливости, из дружбы между бойцами и, главное, из железной дисциплины. Успех будет не там, где кто-то один героически рвется вперед, а там, где идет спокойная, планомерная работа воинского коллектива, где каждый знает свою задачу, готов помочь своему ближнему, своему товарищу. Методика тренировок для спецназа была и остается очень жесткой, зато бойцы нарабатывают навыки, которые спасают им жизнь. Умение маскироваться, выдерживать нечеловеческие нагрузки, мгновенно оценить обстановку и принять решение. Все это очень пригодилось разведчикам Леонова, когда они уходили от преследований егерей на мысе Могильном. Сентябрь 1943 года. Кольский полуостров. Разведчики ослаблены, несут раненых. На весь отряд осталось только три патрона. Они в обойме пистолета, замыкающего группу Семена Агафонова. На счастье разведчиков начинается сильный снегопад. Он скрывает следы. Бойцы прячутся в зарослях кустарника около самого берега и ждут катер, который должен их забрать. Легли по два человека вольтами друг к другу. Ждали, пока их накроет снег. И под снегами, такими комями, они как бы лежали. Грелись. Причем это вроде, судя по описаниям, вроде даже длилось на протяжении нескольких часов. Когда рядом проходят егеря, они лежат. Нужно не шелохнуться, не дыхнуть, не чихнуть, ничего нельзя. А сложно, потому что начинает судорога пробирать ноги и все те вещи. И единственная мысль, это как раз таки сосредоточено как бы на штык-ноже. С зажатым штык-ножом, что если все-таки обнаружат, в этот момент бросится и, как говорится, убит. Благодаря таким операциям быстро формировался особый характер разведки. В отряде понимали, очень важна психологическая подготовка. Главное для разведчика — выполнить боевую задачу. Плохая погода — не трудность, а преимущество. Так легче скрыться от противника. Егеря тоже подвержены страху. Нужно заставить их бояться, ошеломить, сделать то, что они считают невозможным. Подобная психологическая подготовка новобранцев вскоре сделала свое дело. Атлет Леонова превратился в сплоченный коллектив боевых товарищей, действующих как единое целое. Главное правило, которым они руководствовались — не справился, не возвращайся. Герои не нужны, нужно дело. Каждая операция была тщательно разработана. Инициатива, творчество, находчивость, да, можно было проявлять, потому что нестандартные возникали такие моменты. Но ни в коем случае нельзя было рисковать, потому что рискуешь не только своей жизнью, а жизнью отряда. Героические поступки и подвиги должны сугубо подчиняться боевой задаче, которая поставлена перед отрядом. Если подвиг какого-то бойца помог решению боевой задачи его бойцам, это настоящий подвиг. А если он не помог, но человек совершил подвиг, то как-то он невысоко оценивает такое поведение. Любое действие, даже подвиг у бойцов спецназа подчинены одной цели — выполнить боевое задание. Так было в отряде Леонова, так остаётся и сейчас. Спецназовцы продолжают сражаться, даже если положение кажется безвыходным. Сирия. Провинция Алеппо. Группа российского спецназа попадает в окружение, но отступить с занимаемых позиций нельзя, иначе террористы займут господствующие высоты, и выбить их оттуда будет тяжело. За предыдущий день отражены четыре атаки, но с рассветом новая волна. Спецназовцы подрывают минные заграждения, ведут прицельный огонь, экономя боеприпасы, но боевики накатывают снова и снова. Убиты уже 30 террористов, и это только за время утренних атак. Позже, в одном из редких интервью, подполковник спецназа Даниил расскажет, что они хорошо знали психологию боевиков и были убеждены, долго наступать они не смогут. Мы были уверены в своих силах, а участок местности позволял держать оборону. Так и случилось. Террористы, не сумев прорваться, отступили. Сирийские военные вновь заняли свои прежние позиции, а российский спецназ, державший оборону два дня, вернулся на базу. Их было 16 человек, против 300. За мужество и отвагу российских офицеров представили награду. К 1944 году Виктор Леонов уже опытный командир, на счету которого десятки спецопераций. Слава о его отряде разносится по всем частям Красной Армии. Некоторые даже просятся в этот отряд, рассчитывая на скорое получение медалей и орденов. С подобной мотивацией в разведке не место. Ценятся совсем другие качества. Леонов лично отбирает новобранцев, решая, смогут ли они служить в разведке. Во время собеседования с новобранцем он определял, быть ему в отряде или нет. Это по взгляду и по рукам. Если суетливые руки, нервные движения, то такого человека он уже в отряд свой не брал. Авторитет Леонова и его отряда был очень высок. Именно им командование поручало выполнение таких операций, где никто другой справиться бы не смог. Леоновцам давали самые трудные, опасные, фактически невыполнимые задания. Но ни разу не было, чтобы отряд задания не выполнил, и потери были невелики. Октябрь 1944 года. Порт Ленахамари. Для немцев это очень важный объект. Через него ввозился никель, стратегическое сырье. Порт тщательно охранялся и казался неприступным. Для его охраны немцы использовали мыс Крестовый. На нем были оборудованы укрепления, блиндажи, огневые точки с дальнобойными орудиями и зенитками. Этот мыс и предстояло захватить отряду Леонова. От выполнения этой задачи зависит успех всей операции по захвату порта Ленахамари. К сложнейшему походу бойцы Леонова готовились загодя. Разведывательные самолеты отсняли каждый метр укреплений на Крестовом, а бойцы две недели тренировались на сопке, похожей по очертаниям на опорный пункт немцев. Особое внимание к выбору оружия для операции. В 1944 году разведывательный отряд имел уже и бесшумное оружие, имел автоматическое оружие, достатки имел и гранаты, и вещевое имущество было. Ну, в общем-то, всем был обеспечен. Самое любимое их оружие – это был автомат ППШ, потому что как раз-таки самое основное средство подавления – это огонь. Здесь нужен был плотный огонь, он часто у нас присутствует, где даже главное не меткость, а именно плотность огня. Брали с собой один диск, который уже был вставлен, заряжен в автомат, и четыре рожка, которые вставляли в голенище сапога. Объясняет оно это тем, что в условиях боя, когда нужно быстро перезарядить закончившийся диск, очередной диск вставлять очень сложно. Тем более его очень сложно крепить, это нужно было его положить или в вещмешок, или еще куда-то. Это нужно доставать, это нужно снимать, но, естественно, кто это будет делать, это несерьезно. А рожок очень быстро вставил, как говорится, опустошил, выкинул и занудил. Ночью 9 октября 1944 года торпедные катера высаживают 195 разведчиков в ледяную воду порта Линахамари. Промокшие при пронизывающем ветре они взбираются на скалу, а после, безо всякой передышки, совершают 30-километровый марш. Они почти дошли, когда один из бойцов в кромешной тьме не заметил сигнальную проволоку и задел ее. Отряд обнаружила немецкая охрана. Леонов отдает команду «Вперед!» и никому ничего объяснять не надо. Разведчики устремляются к немецким окопам. Но вдруг на пути ряды колючей проволоки. Если замешкаться, пулеметчики врага уничтожат группу на открытом пространстве. Один из леоновцев, Иван Лысенко, среагировал мгновенно. Он, чемпион Северного флота по борьбе, необычайно сильный человек, вырвал из земли столб с проволочным заграждением и удерживал его, пока один за другим под колючку устремлялись разведчики. В Лысенко стреляли и попадали, но русский великан не разжимал рук. «Давай, давай, браточки, шуруй быстрее!» Иван Лысенко упадет, лишь когда заграждение преодолеет последний из его боевых товарищей. Потом на теле героя насчитают 21 ранение. Когда разведчики ворвались на позиции немцев, исход противостояния был предрешен. В бою на ограниченном пространстве им нет равных. В ход шло все. И приклады, и кулаки, и камни подручные как раз таки. Но часто вот фигурирует именно использование приклада. Стоит сказать еще вот такой момент, что обязательно в рукопашном бою он не был строго таким, скажем так, индивидуальным. То есть он не рассыпался на поединке. Он был действительно групповым. Каждый боец, когда бился с противником, думал не только о себе, он думал еще о том, как помочь своему соратнику. Немецкий гарнизон удалось уничтожить. Отряды разведчиков занимают позиции в бывших гитлеровских укреплениях. Первое, что делают, снимают замки с немецких орудий. Стрельба из них больше невозможна. Но немцы не сдаются. Они открывают огонь с другого берега из дальнобойных орудий, а потом высылают десант, который пытается отбить потерянные позиции. Уникальная военная ситуация. Десант воюет против десанта. Егерям удается ворваться на позиции. Начинается жестокий рукопашный бой. Советские разведчики лучше подготовлены, но врагов в десятки раз больше. Из воспоминаний Виктора Леонова. Боинственные крики и отчаянные предсмертные вопли. Треск автоматных очередей и ляск стволов. Меж камней мелькают фигуры разведчиков и егерей. Удары прикладом и короткие взмахи кинжалов. Отряд Леонова выбил немцев с их позиции на мысе Крестовом. Порт Ленахамари захвачен. За этот рейд Виктор Леонов получит свою первую звезду героя Советского Союза. Немецкие егеря прозвали Виктора Леонова полярным лисом. Отчасти из-за внешнего сходства. Зимой он носил причудливую экипировку, вывернутые мехом наружу куртку и штаны. Но главное – за потрясающее чутье и хитрость в планировании операции. Лиса, как известно, это животное, которое проявляет свою, скажем так, наивысшую точку своей хитрости во время преследования. То есть она так может запутывать следы, так может скрываться, что ее невозможно найти. То же самое мы посмотрим по отряду Леонова. Ни разу, скажем так, во время преследования их зажать тиски, окружить не смогли. Они выбирались. Еще в начале войны известный писатель Константин Симонов приезжал в отряд и хотя разминулся с Виктором Леоновым, но сходил в один из боевых выходов с другими разведчиками. Сказали, чтобы мы не только сдали все документы, но и на всякий случай записали домашние адреса. Когда я поспешил суеверно отказаться, сказали мне, все-таки неправильно вы это делаете. Убило тут, понимаете, одного лейтенанта. Адреса он не оставил. Так и не смогли отыскать, куда все это переслать. Это характерный эпизод для понимания психологии бойца разведки и самого Виктора Леонова. Обычность смерти. Она не воспринимается как нечто пугающее, просто как данность, которая случится раньше или позже. Смерть доставляет только неудобства оставшимся в живых. Убит, значит, оголен фланг. Молчит огневая точка, значит, нужно писать письма родным и пересылать вещи. Что от тебя останется у родных после боя на безымянной высоте, детали которого рассекретят через 50 лет? Расческа, часы, томик стихов. Ходили они без опознавательных знаков. Ни погон, ни документов, ничего с собой не было. Вот запрещалось с собой иметь какие-либо даже бытовые вещи, которые могли указать на то, к какой стране, кому принадлежат эти разведчики. А вот все прекрасно знают, что если они попали бы в плен, то никакая бы Женевская конвенция их не спасла. Некоторые даже придумывали различные такие, скажем так, приспособления, чтобы живым не достаться врагу. Кто-то там где-то в кармашке зашивал бритву, кто-то готовил там лишнюю гранату для того, чтобы, скажем так, не дастся живым. Или еще что-то в этом роде. Эта особенность восприятия жизни и смерти советским и российским разведчикам, спецназовцам, с тех пор так и необъяснима для гражданских. И, вероятно, является тем самым секретным оружием, которое помогает побеждать даже в самых, казалось бы, безвыходных положениях. Яркий пример – сам Виктор Леон. Он не был военным по сути. Вот этой военной закваски, вот знаете, такой косточки, в нем не было. Он был абсолютно цивильный человек. Его можно назвать солью земли. Когда не нужен, вот как соль земли русской, вот не нужен и нет никого. Но когда возникает потребность в них, они поднимаются откуда, не знаю. Август 1945 года. Советско-японская война. Части вражеской Квантунской армии капитулируют в Манчжурии, но в корейском порту Вон Сан скопилось огромное количество войск. Подступы охраняют шесть береговых батарей крупнокалиберных орудий, минное заграждение и гарнизон в 7 тысяч человек. Командир японцев отказывается сложить оружие здесь и сейчас, рассчитывая на эвакуацию. Наступающие части Красной армии высадили десант, но вражеские войска окружают наших бойцов. Солдаты противоборствующих сторон друг от друга в десятке метров, в прямом смысле слова, смотрят глаза в глаза. Складывается удивительная ситуация. Прямых боестолкновений нет, но достаточно одного неосторожного жеста, чтобы вспыхнуло сражение. В фильме, который сняли про Виктора Леонова «Американцы», вот этот эпизод больше всего как раз таки анализируется и обмусуливается. Почему? Потому что американцы, заканчивавшие войну с японцами, нигде такого не получали. Они везде сталкивались с яростным сопротивлением. Чего стоит там одна только Акимава или Ивадзива, где людей погибло даже больше, чем на Перл-Харборе. А вот здесь мы видим как раз таки столкновение с отборными частями Квантунской армии, и японцы сдаются. Виктор Леонов получает приказ вынудить к капитуляции гарнизон японского аэродрома. Взяв с собой 8 человек, он отправляется в штаб японского гарнизона. Остальные члены отряда занимают позиции на краю аэродрома, на случай, если Леонову договориться не удастся. В штабе парламентера встречают два десятка японских офицеров. Виктор Леонов их с порога спросил, когда они будут сдаваться. Но японцы в ответ лишь пригрозили взять в плен самих парламентеров в качестве заложников. Это звучало вполне правдоподобно. Силы откровенно не равны. Всего 140 разведчиков Леонова против почти трех тысяч японцев. Но именно в этот момент Виктор Леонов произносит фразу, которую сейчас можно нередко услышать в кино. «Пожалуй, мы готовы умереть, но только после вас». Большую роль сыграл его взгляд. Взгляд, вот это психологическое давление, мощное такое, когда человек понимает, что ему не совладать с противником, что здесь уже только отступать. Наверное, вот эта ситуация и была. Японскому командиру он при этом сказал, что у нас за плечами пять лет войны, мы сражались с более серьезным противником, чем вы, мы знаем, как сражаться. И даже если здесь начнется бой, мы победим, а вы здесь умрете, как крысы. Товарищи Виктора Леонова, понимающие командира с полуслова, разыгрывают настоящий спектакль. Один из них закрывает на ключ входную дверь, второй встает с автоматом на изготовку, третий достает гранату и играючи подбрасывает ее в руке. Легкость, с которой русские готовы расстаться жизнью, производит магическое впечатление на японцев. Они следят за гранатой, как завороженные, вздрагивая при каждом броске. Дальше было только дело техники. Быстро нашли бумагу и чернила, писать приказ о капитуляции. Построить в колонну сдавшихся японцев, привести их на позиции советских войск. 140 героев, 140 бойцов, 140 особого разведывательного отряда захватили более 2000 солдат и 200 офицеров. Конвоировали их как раз уже до прихода основных сил. И вот здесь за эту дерзкую операцию Виктор Николаевич был награжден второй золотой звездой, стал дважды Героем Советского Союза. В отряде Виктора Николаевича Леонова, помимо того, что он сам герой, известный, еще были герои. 60 по штату человек. И сколько героев мы насчитали? 6. 10% героев Советского Союза. А теперь посчитайте 50 операций. Разделите. То есть получается, каждая десятая операция давала Героя Советского Союза. В каком еще подразделении флота, да и Красной Армии было такое. Это с точки зрения героизма, количества героев, ну, на память я не приведу вам ни одно такое подразделение. Сегодня, как и во время Великой Отечественной войны, высшие награды страны вручают в торжественной обстановке в Кремле. Уважаемые товарищи, вы доказали, что у нас сильные, современные, хорошо оснащенные армии и флот. И стойкие, грамотные, закаленные бойцы, способные решать самые масштабные и непростые задачи. Каждый год президент награждает военных за особые заслуги, но чествование спецназовцев, принявших бой на безымянной высоте в сирийском Алеппо, не попадет на широкий экран. Подробности многих боевых подвигов не знают даже близкие родственники героев. Таковы требования секретности, и они не меняются многие годы. Эта песня была написана в честь отряда Виктора Леонова в 43-м году, но стала гимном всех моряков-североморцев времен войны. Это, вероятно, самое важное признание заслуг легенды, основоположника школы советского и российского спецназа. Из воспоминаний Виктора Леонова. «Я вспоминаю своих сверстников, 20-30-летних парней. Все это люди, ну, абсолютно ничем не выдающиеся, но это настоящие мужчины. Именно с такими я шел в суровый бой и никогда не ошибался в них». Тогда и сейчас эти самые незаметные люди идут в бой с одним и тем же законом, которого не может быть ни в одной другой армии мира. Не выполнил задачу – не возвращайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok